Тема букивок, которую все уже, наверное, слышали, она очень активно обсуждается. Даже меня спрашивали по теме букивок. Я сказал, что как русский человек, я предпочитаю потерю лицу, а у нас букивки другие, которых тут нет ни одной. И на самом деле все эти рассуждения сводятся к одному и тому же. Как быстро по времени и как быстро по темпам мы будем выходить из кризиса. Никто всерьез не задумывается на тему о том, что, может быть, тема выхода из кризиса будет еще очень-очень-очень высокой. На самом деле ситуация, в которой мы сегодня находимся, характеризуется достаточно сложными параметрами. Связано это с тем, что кризис, по выражению нашего известного историка Андрея Фурсова, матрешечка, это сочетание трех кризисов. Один короткий, циклический, про который все знают и все говорят. И, собственно, основная апелляция к выходу из кризиса к следующему. Не может же циклический кризис длиться долго. Никогда в истории мировой экономики циклический кризис не длился больше шести кварталов подряд. То есть полутора лет. Значит, уже прошло сколько? Рецессия в США началась, по официальным данным, в декабре 2007 года. Значит, мы уже вот-вот должны выходить из кризиса. Ну, собственно, вчерашние данные по третьему кварталу ВВП показал рост. На самом деле ВВП это вообще показатель, который ничего не показывает. По этому поводу существует масса замечательных историй. Наиболее известная из тех, с которыми я знаком, это замечательный пример Сергея Викешьянца, который просто блестяще продемонстрировал, насколько бессмыслен показатель ВВП на примере чайников. Я говорю, вот представьте себе, что имеет место страна, в которой живет 5 миллионов человек, или там 100 тысяч, совершенно не принципиально, в которой используют обычные советские чайники, которые греются на плите. Цена 300 рублей, добавленная стоимость 100 рублей. Срок службы 10 лет. Значит, соответственно, добавленная стоимость, если там живет 100 тысяч человек, значит, нужно 10 тысяч чайников в год, а цена, соответственно, чайника 300, добавленная стоимость 100, 100 на 10 тысяч, получается НДС, по чайнику миллион в год. Не ДС, а ВВП, по чайнику миллион в год. А если вы возьмете и перейдете к электронным чайникам, цена которых не 300 рублей, а 1000, и добавленная стоимость не треть, то есть 100 рублей, а половина, поскольку там есть высокие технологии, то есть 500 рублей, и срок службы не 10 лет, а 2 года, то чайников нужно в 5 раз больше, то есть не 10 тысяч, а 50 тысяч, плюс умножить на 500, получается 250 миллионов. В общем, ВВП вырос колоссально, по формальным показателям, а на самом деле ничего не изменилось, как все пили чай, так и пьют. Количество благ для граждан никак не изменилось. Единственное, что изменилось, что людям стало, люди не должны следить за чайником, потому что он выключается сам. А если был чайник со свистком, то тоже можно не следить, но нужно подойти и снять его с плиты. А ВВП увеличился в десятки раз, на порядок. Вот эта вот ситуация, она на самом деле показывает, что не те характеристики используются для описания кризиса, что само по себе использование понятия ВВП, к которому, собственно, относятся все эти буквы, оно не очень корректно. И без того, чтобы понимать, какие же реальные процессы происходят в экономике, невозможно говорить о том, закончился ли кризис. Как говорил Кот Матроскин, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. Это очень разумное рассуждение, которое в нашем случае выглядит так. Для того, чтобы понять, как выходить из кризиса, и, соответственно, когда будет выход, надо понять, почему кризис начался. И вот здесь мы обнаруживаем удивительную вещь. В реальности кризис начался в августе, ну, летом 2007 года, с началом ипотечного кризиса в США. Всех он затронул с сентября 2008 года. Ну, на самом деле, несколько раньше, потому что, например, кредитные линии на Россию банковские стали закрываться еще где-то весной 2008 года. Но все равно за это время прошло три саммита G20, там один или два саммита G8, смотря откуда считать, и неисчислимое количество встреч министров финансов, председателей Центробанков и прочих разных чиновников. Если вы читали документы этих саммитов, то вы увидите замечательную вещь. Там вообще ничего не говорится о причинах. Вообще. Замечательная история. Значит, собирается консилиум у постели больной экономики, и участники консилиума начинают обсуждать. Вот мы дали больному полтора килограмма голубых таблеток, и есть у нас мнение, что надо ему еще дать килограмм красных. Другой говорит, нет, килограмм красных мало, нужно дать три. Что такое голубые таблетки? Почему красные? Абсолютно непонятно. Все конкретные рекомендации, которые были на G20, на всех сводятся к одному единственному тезису, что странные участники не должны защищать свои рынки и любой ценой сохранять систему мировой торговли. И все. Что они не должны закрывать рынки, что они не должны девальвировать свои валюты и так далее. А это все наводит на размышление. А именно, что либо причины неизвестны до сих пор, но тогда говорить о выходе из кризиса можно только исходя из логики, что это должно случиться. Либо же совершенно другая ситуация, что люди, которые сидят там в президиуме, знают причину кризиса, но по каким-то соображениям категорически отказываются это говорить. И если так, то участники, во всяком случае, экономических процессов должны обязательно в этой теме разобраться, потому что иначе получается, что их отдунет. На самом деле, верна вторая гипотеза. Для того, чтобы понять, откуда эта гипотеза взялась, нужно четко совершенно понять, что современная мировая экономика это единый кластер разделения труда. Единым по всей планете она стала с 1991 года, но сам кластер начал выстраиваться с 1944 года с принятия Бреттенгутских соглашений с Соединенными Штатами Америки под себя. Вся модель и Бреттенгутских соглашений, и, соответственно, выстраивание системы разделения труда была построена на создании системы мировых финансов, основанных на долларе, на ликвидации золота как шкалы, как единой мерой стоимости с целью возможности неконтролируемой эмиссии. Я ничего не буду говорить про неограниченной, потому что она была ограничена вовсе не теми соображениями, о которых все думают. И, соответственно, базой для этого была ситуация с 1945 года, когда практически весь мир из себя представлял груду кирпича, а Соединенные Штаты по экономике, по реальному, составляли больше 50% и по употреблению, и по производству. Сегодня ситуация изменилась принципиально. Почему она изменилась? Ну, давайте посмотрим. Европа. В 1945-1946 год. Еще раз повторю. Груда битого кирпича. Вопрос. Откуда там взялось экономическое чудо? В Германии. Началась она в 1947 году. Американцы дали... А? План нашего. Правильно, замечательно. План нашего. В чем он состоял? Дали денег. Замечательно. Ну, я не говорю про то, что американские деньги составили 7% от общего объема, вложенного в Европу. Но вот дали денег, построили завод, который производит металлургическое оборудование. Что с ним делать дальше? Его кто-то должен купить, чтобы делать машины Мерседес? Кто их будет покупать, эти машины Мерседес? У людей денег нет. У людей вообще ничего не решат, которые груди битого кирпича. Основной элемент плана маршала состоял в том, что для европейцев открыли рынки сбыта в США. Вот в этом был план маршала. И они стали и на свои деньги, которые они взяли из Швейцарии в первую очередь, и на американские деньги построили производство, которое стали продавать продукцию в США. И за счет прибыли, полученной от этого, они начали восстанавливать экономику. Появились люди, которые получали зарплату, и на эту зарплату могли что-то покупать. Это ключевой элемент всей этой сферы. Следующий этап. Экономическое чудо в Японии. Вопрос. В каком году началось экономическое чудо в Японии? Кто не знает. Это действительно вопрос сложный. Предлагательный вопрос. Что послужило поводом для начала экономического чудо в Японии? Окупации Соединенных Штатов. Нет. 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 Они оккупировали в 1945 году. А чудо началось сильно позже. Не в 1946, не в 1947, не в 1948. Что случилось? Почему началось экономическое чудо? Нет. Бомбы после тоже в 1945. Еще до оккупации. Попробили, пустили. Ничего подобного. Нет. Пустили, да. Но почему? Тоже на народе как. Что случилось месяц тому назад? 1 октября. 60 лет тому назад. 1 октября 1949 года. Мао Цзун провоглашает Китайскую Народную Республику. И в следующем 50-м году Соединенные Штаты Америки открывают рынки для Японии, Гонконга и Тайваня. И там начинается экономическое чудо. Следующий этап. Экономическое чудо в Южной Корее. Это, соответственно, 56-57 год. Окончание Корейской войны. И последнее экономическое чудо. Это Китай. Начало 70-х. Я напоминаю хронологию. 65-й год. Мао Цзун, ну примерно 65-й. Принимает решение о том, что Китай будет выходить из советской технологической зоны и строить собственную. 68-й год. Ряд инцидентов на советско-китайской границе, из которых наиболее известны на острове Даманский. И цель которого продемонстрировать миру и прежде всего США все, мы вышли. Соединенные Штаты Америки не реагируют до того момента, когда у них не начинается экономический кризис. И в 71-м году после дефолта Соединенных Штатов Америки, после отказа от золотого стандарта, сначала Киссиджер, госсекретарь, летит в Китай. Через год туда летит президент Никсон. И Соединенные Штаты Америки открывают свой рынок для китайской продукции. И начинают инвестировать в производство в Китай. Прежде всего инвестиции и технологии. Вот схема. Результат этого следующий. Сегодня, если смотреть по паритету покупательной способности, вот это принципиальная вещь, не по финансовым потокам, а по паритету покупательной способности, то Соединенные Штаты Америки в мировом производстве уже представляют собой не 50%, а 20%, а по потреблению 40%. Разумеется, это условные цифры, потому что ВВП условная цифра, и паритет покупательной способности условная цифра. Но это, условно говоря, порядок разрыва. И эта разница обеспечивается за счет эмиссии доллара и трансферных целей. Но это принципиальная совершенно вещь, которая показывает модель современной уже мировой экономики. Вся мировая экономика, построенная на американском спросе. А если сюда учесть спрос, выраженный в долларах, то это будет больше 50%, потому что значительная часть ресурсов, даже не в США, продается все равно за доллар. По этой причине практически любая торговая транзакция, вот Европа поставляет в Китай оборудование. Почему? Потому что на этом оборудовании производятся товары, которые поставляются в Соединенные Штаты Америки. И так далее. Половина всех торговых цепочек неминуемо заканчивается американским спросом. По этой причине ключевой элемент сегодняшней экономики это американский спрос. Вот это вот надо четко совершенно понять. В отличие от ВВП, который можно увеличивать или уменьшать очень простыми бухгалтерскими ухищрениями, конечный спрос – вещь значительно более фиксированная. Кроме того, ее очень трудно фальсифицировать. И в этой ситуации для современной экономики наиболее принципиальным вопросом, в том числе торговли, является не вопрос рекламы. Потому что вопрос рекламы – это позиция микроэкономики. Есть покупатель, и есть много-много потенциальных конкурентов, которые ему готовы предложить товар. Почему, соответственно, именно мой? Сегодня ситуация совершенно другая. Сегодня вопрос – а почему найдется покупатель на мой товар, даже если нет конкурентов? Вот это ключевой элемент современной экономики. И вот здесь ключевым фактором является фактор кредита. Это будет видно чуть-чуть позже. Но все наращивание спроса в мировой экономике последние 30 лет было связано в подавляющем большинстве с кредитными механизмами. Всего существует три источника для употребителей спроса конечного. Еще раз повторю, очень важная вещь. Вообще говоря, в экономике спрос может быть очень большой, потому что теоретически, если высокий уровень разделения труда, то полуфабрикаты могут очень много раз выходить на промежуточные рынки. В таком в доисторическом обществе, феодальном, грубо говоря, телегу делал один мастер от начала до конца. Никаких промежуточных рынков не было. Сегодня у нас есть отдельно рынки гвоздей для производства телег, заклепок. А дерево вообще, отдельно изготовление бревен, отдельно рынок заготовок под колесные спицы, отдельно рынок заготовок под обода, отдельно рынок металла, которым эти обода отбиваются, ну и так далее. Таких рынков может быть очень много. Но все эти рынки существуют лишь постольку, поскольку кто-то покупает готовую телегу. То есть ключевым элементом является конечный спрос. А конечный спрос бывает всего двух видов. Это или спрос в домохозяйстве, или же спрос в государство. И государство, и домохозяйство имеют ресурс для спроса только потому, что работает вся экономика. Потому что домохозяйства получают зарплату, реально располагаемые доходы, или тратят ранее накопленную зарплату, сбережения, либо же берут кредит. И до недавнего времени, до, условно говоря, до войны, до начала схем типа Бретта-Мода, моделей, доля кредитов в потреблении была очень маленькой. В Соединенных Штатах Америки только в 20-30-е годы развивались ипотечные схемы. Но доля кредита в экономике домохозяйств составляла от силы 10%. После 44-го года ситуация разительная. Вот картина динамика кредитования реального сектора экономики США. В сумме корпоративные долги ипотечные потребители. Мы четко совершенно видим, что происходит некоторый слом. Почему? Вот это ключевой элемент сегодняшней ситуации. Ключевой элемент — это спрос, вызванный кредитованием. А дело вот в чем. Давайте пока вернемся назад. Ключевым элементом всей современной модели были 70-е годы, 20-го века, когда в Соединенных Штатах Америки был очень серьезный кризис. Начался он с дефолта в 71-м году, но потом пошло поражение в войне во Вьетнаме, 73-74 год, нефтяной кризис, потом старфляция, то есть высокая инфляция с одновременным попадением. И в этот момент, если вы почитаете тексты политологов американских тех времен до того же Абжезинска, то вы увидите, что там идет таким вот подтекстом. Мы проиграли войну СССР. На самом деле, я не буду сейчас об этом рассказывать, потому что это уже теория научная, вам она может быть неинтересна, но уж точно не тема сегодняшнего выступления. Мы про это подробно рассказываем в нашей серии лекций по неэкономике. А причина такого вот состояния была не то, что в СССР кризиса не было, а в США он был. Кризис в СССР был одновременно, но в силу планового механизма он происходил медленнее, чем в США. В 70-е годы не СССР вдруг обогнал США по экономическому росту, а США обогнали СССР по экономическому спаду. Спад был и там, и там. И в этот момент у США оставались буквально 5-10 лет для того, чтобы придумать какое-то очень серьезное действие, которое бы позволило остановить этот спад. Для этого нужно было запустить новую технологическую волну. Но в условиях спада запускать новую технологическую войну страшно сложно, потому что люди привыкли жить в рамках некоторой традиционной модели употребления. У них падает заработная плата, я чуть-чуть позже покажу. У них очень тяжелая ситуация. И в этой ситуации к ним приходят и говорят, а вот вместо того, чтобы накопить деньги на колледж для сына или для дочери, купить глупую игрушку на персональный компьютер, ну это наивно, никто не согласится. По этой причине людям было нужно дать денег. Идея простая. Давайте дадим им денег в кредит. Сразу возникает два вопроса. Как дать деньги? Откуда их взять? А во-вторых, а почему они возьмут? Ну и наконец третье. Можно человеку дать денег в кредит, он их потратит. Ну хорошо, ну дали кредит на три года. Первый год у него потребление выросло, но в течение трех лет оно упало. Потому что он должен вернуть не только тело кредита, но и проценты. Значит, первая проблема решилась просто. У нас есть Федеральная резервная система США с правами неограниченной эмиссии. Она просто рефинансировала банки, выдающие потребительские кредиты, даже под более низкую ставку. Таким образом, для банков потребительское кредитование стало операцией беспройбыш. А вот как быть соответственно с темой того, что людям эти кредиты нужно возвращать, не очень понятно. Тогда была придумана замечательная схема. Я ее сейчас опишу на простом примере. Она устроена так, вот представьте себе, что некий человек пришел домой, звонит в дверь, ему открывает жена и говорит, дорогой, сразу не снимай пальто, у нас сломалась стиральная машина, бегом иди покупай новую. Он говорит, ну как, у меня же денег нет на стиральную машину. Он говорит, ничего не знаю, иди, сделай что хочешь. Он идет вниз, а на первом этаже его дома в банк. Он приходит в банк, там сидят хорошие менеджеры, грамотные. Он говорит, вот тут такое дело, стиральная машина, дальше я буду говорить цифры, которые, собственно, к стиральной машине имеют слабые отношения, просто для удобства. Он говорит, ну хорошо, стиральная машина, стиральная машина стоит 5 тысяч рублей, мы готовы вам дать кредит, 5 тысяч рублей, только говорит, пожалуйста, сколько вы можете в год платить? Он говорит, ну вот я могу с учетом всех своих доходов вынимать из них без большого ущерба тысячу рублей в год. Нет, это проблема. Мы даем вам кредит на 6 лет стоимостью 20% от тела кредита. На 6 лет, значит, 3 с чем-то процента. годовых. И вы нам платите первый год тысячу рублей, это будут проценты, еще пять лет по тысяче рублей будет тело кредита. Есть вопросы? Нет. Вот вам пять тысяч, идите, покупаете машину. Он уходит, покупая стиральную машину, через год с тысячи рублей он приходит в банк. А в банке ему говорят, вы знаете, удачка вышла. Вам. У нас теперь стоимость кредита не 20% от тела, а 10. Поэтому мы сейчас вам можем дать кредит 10 тысяч, вы на пять сразу же погасите предыдущий, а еще пять вам останется. Вы можете купить жене посудомоечную машину, что он берет кредит 10 тысяч, покупает посудомоечную машину, на следующий год приходит с тысячи процента уже по десятитысячному кредиту. У него берут эти деньги, говорят, вы знаете, удачка вышла, у нас теперь и 10 процентов, а 5 процентов. Поэтому мы вам можем дать кредит 20 тысяч на тех же условиях, тысячу рублей в год. Вы, соответственно, 10 тысяч вы гасите предыдущий, еще остается вам 10 на употребление. Через год он приходит с тысячи, которые проценты уже по 20-тысячному кредиту, а он говорит, вы знаете, счастье какое, 2,5 процента у нас теперь. Мы вам даем 40 тысяч, 20 тысяч вы гасите предыдущий кредит, еще 20 вам остается. Замечательная картина, да? Первое. У него все время растет употребление. В первый год 5 тысяч, во второй 5, в третьей 10, в четвертый 20. Во-вторых, он платит только по оценке. Тело кредита, оно как бы там остается где-то. В-третьих, он залезает в будущее потребление. Последний кредит на 40 лет. Но такое возможно только по одной единственной причине. При фиксированных годовых выплатах тело кредита может расти только в одном единственном случае, если стоимость этого кредита падает. А как было в США? В 1981 году начало рейгономики. Учетная ставка Федеральной резервной системы США 19%. И с тех пор она падает. И стоимость кредита все время падает. Тут график до конца не доведен. В конце 2008 года стал ноль. И вот как только стал ноль, стимулировать кредитование дальше стало невозможно. И вот тут появился кризис. На самом деле здесь видно, вот ставка 30-летней ипотеки, это грубо говоря стоимость кредита для человека, для гражданина, который под залог стоимость потребительского кредита еще выше. Но, видите, последние годы она практически не реагирует на служение ставки. Поэтому кризис, на самом деле, начался чуть-чуть раньше. Но это уже мелочи. Вот кризис. Механизм стимулирования спроса за счет кредитования закончился. И сегодня неожиданно обнаружилось, что у людей-то накоплены кредиты. суммарный объем долга домохозяйств составляет сегодня, ну, составлял, а 15 триллионов долларов на начало кризиса. Это больше годового ВВП США. Я там чуть-чуть дальше, я скажу, сколько будет. А вот теперь мы видим, теперь уже с точки зрения любого менеджера, любого владельца бизнеса, ключевым элементом для него является та модель экономическая, в которой он живет. И если эта модель действует долго, то эта модель уже, она въедается, встроена в типовые, в систему типовых действий. И менеджер — это инженер. Это человек, которого точно научили, что если загорится красная лампочка, надо нажимать на эту кнопку. Загорится зеленая, нужно нажимать на это. Качество образования менеджера — это количество оттенков цветов, которые он различает. Но клавиатура разработана давным-давно, еще в 80-е годы. Вот теперь смотрите. Вот реальная средняя оплата труда в Соединенных Штатах Америки. Я уже объяснял, почему Соединенные Штаты Америки как ключевой элемент, от них все зависит. Мировая система долларовая, основа мировой экономики — американская сплата. Смотрите, до начала 70-х зарплата растет. Это практически прямая линейка. линейка. Почему? Это кенсианская модель экономики. Во все бизнес-процессы было встроено, что прибыль нужно перераспределять так, чтобы, соответственно, работники получали свой кусок. Происходило это в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки расширялись на ту часть мира, которая была может. Дальше. Кризис 70-х. А вот дальше начинается болтанка. Вот здесь вот кривулька выходит выше вот этого максимума. Но это связано с тем, что эта кривулька составлена по официальным американским данным, а на самом деле в них сильно занижена инфляция. Если посчитать с реальной инфляцией, то обнаружится, что реальная покупательная способность современных заработных плат на 20-25% ниже, чем была в начале 70-х. И вот эта вот модель, эта модель либеральная, фридмановская, эта модель построена на трех основных базовых принципах. Вся модель общая, по которой учили менеджеров. И в институтах, и в MBA. MBA, как известно, это диплом MBA, это диплом выпускника техникума по советской торговле. Совершенно верно. Это не фундаментальное образование, это тоже инженерное образование. Так вот, три основных элемента этой схемы. Первое. Спрос все время растет. Мы это уже обсуждаем. Элемент второй. Денежное предложение все время растет. А как оно может не расти? Когда непрерывная эмиссия. И, наконец, третье. Стоимость кредита все время падает. И все бизнес-модели, все схемы, все выстроены под эти три принципа. А сегодня они закончатся. И основная мечта. Вот теперь почему на G20 не говорится о причинах кризиса? Потому что люди, которые сидят сегодня в руководстве крупных корпораций, в руководстве государств, в руководстве центральных банков, они обязаны своим успехом. 30 лет прошло. Вот этой модели. И они спят и видят, чтобы ее вернуть. Даже если они уже не видят, как, они все равно продолжают заговаривать ситуацию. Счастье вернется, потому что оно не может не вернуться. Они не хотят отказываться от этой модели. Именно этой модели они обязаны успеху. Но я уже не говорю про то, что некоторые из них просто распределяют эмиссионные деньги. Но отказаться от халявы, это невозможно. Ну, в этом смысле, люди, которые знают, как устроена жизнь, в Соединенных Штатах Америки распределяют эмиссионные деньги Ларри Саммерс. Кто-нибудь знает, вы такой Ларри Саммерс? В 90-е годы в наших газетах были замечательные тексты, письма Саммерса, который тогда был министром финансов США, своему другу Толи Чубайсу. Пример такого содержания. Толик, а вот, соответственно, не приватизируешь ли ты вот это, а не дашь ли ты рецензию на вывоз нефти вот этому, они такие, дружбаны. Вот результат. Это рост долга. И сегодня эти долги висят, а кредитов, которыми можно было покрывать платежи, уже нету, потому что невозможно. Потом Олег Владимирович Григорий вам аккуратно расскажет, как образуются в результате финансовые пузырьки. Но ключевой элемент здесь состоит в том, что с этими долгами нужно что-то делать. Списать их нельзя, потому что эти долги основа финансовой системы. Я не буду здесь рассказывать о масштабах спада, потому что это отдельные длинные лерцы. Но масштаб составляет несколько триллионов долларов падения спроса. А сегодня совокупный спрос частный домохозяйств составляет от 75 до 80% поформирует ВВП по США. И если у вас падение спроса пускай 3 триллиона в год, на самом деле будет больше, то это нужно понимать, что это деньги, которые нужно вычеркивать из капитализации всех компаний. Потому что частный спрос это основа из доходов. А что такое соответственно капитализация сегодня? Ведь это как бы база, под которую доберется кредит. Если компании закредитованы, скажем, на 5 лет своих будущих доходов, а некоторые закредитованы сильно больше, то это означает, что финансовая система должна потерять 15 триллионов долларов. Просто списать. Потому что эти деньги потребители не заплатят. В следующем году, через год, через два года, через три. 15 триллионов, это минимальная оценка. За последний год, когда финансовую систему пришло, и она там, если бы не бешеная помощь государства, она бы вся бы уже давно обанкротилась, списали всего полтора триллиона. Одну десятую часть. А списывать придется на порядок больше. Вот это вот ключевой элемент. А вот теперь, давайте смотреть. В результате того, что у вас принципиально менялась система, что основой спроса стал кредит. Что стоимость кредита постоянно падала. Произошло принципиальное перераспределение прибыли в экономике в целом. Если до войны доля прибыли финансового сектора составляла не больше 10 процентов, это были посредники. Получил деньги на депозит, отдал кредит, разница 2-3 процента, вот смотрите, 2-3 процента они и жили. То теперь доля финансового сектора вот в этой вот предпендвудской модели непрерывно растет. Особенно сильно она растет начиная с 80-х годов. Сегодня она больше 50 процентов. Это одна из причин, по которой совершенно невозможно списать долги и запустить систему заново. потому что кто платит, тот и заказывает музыку. Если сюда еще добавить торговлю, тоже посредника, то эта цифра с 50 подпрыгнет по некоторым отраслям до 70-80. Они определяют правила игры. Понятное дело, что в такой экономике производитель жить становится все хуже и хуже. И выжить он не может. А какое-то время производитель выживал за счет чего? За счет расширения рынка. Вот если вы посмотрите на золотой век Клинтона в 90-е годы в США, за счет чего был золотой век? А за счет того, что американские производители захватывали рынки, которые до того контролировались советскими производителями. В конце 80-х 40% мирового самолетного парка составляли самолеты, произведенные в СССР. Представьте себе на секундочку, что мы сегодня контролируем 40% мирового производства самолетов. Да мы бы на этом денег заработали больше, чем от продажи нефти. Но сравнимо во всяком случае. Но эти рынки у нас отобрали. Это первое, что у нас отобрали. Рынки высокотехнологичные продукции. В результате сегодня для производителей и вообще для всей экономики в целом выживать становится все труднее, спрос падает, потому что потребители должны отдавать накопленные долги, а притока уже нет. И в результате государства начали пытаться компенсировать те потери, которые несет экономика. вот динамика роста объема мировых золотовалютных резервов, которая четко совершенно показывает, как она вообще должна двигаться, четко совершенно понятно, что и дальше государство будет деньгами закрывать дырки за счет резервов. Больше другого выхода нет. Как следствие, поскольку прежде всего падает американский спрос, то это означает, что теоретически роль доллара в мировой экономике должна падать. Разумеется, локально доллар может и расти, собственно, вот он и начал тут расти последние несколько дней, но в общем и целом тенденция понятна. Доллар интересен в мире только потому, что основной спрос выражен в долларах. Если спрос будет где в долларах, то зачем эти доллары нужны? Сбережения упали. Сейчас, соответственно, сбережения уже начали расти. На самом деле они упали до отрицательных увеличений, но опять-таки парадокс американской статистики. А вот этот накопленный долг будет отдаваться и отдаваться из потенциального спроса. То есть мало того, что у нас исчезает дополнительный спрос, который мы получали за счет кредита, так и та часть нормального спроса, которая была, исчезает тоже, потому что люди вынуждены отдавать кредит. Теперь вопрос. Насколько сильный у нас кризис? Простейший способ надо сравнивать с наиболее известным кризисом аналогичного масштаба, аналогичного происхождения, но меньшего масштаба. Дело в том, что в конце 20-х годов в Соединенных Штатах Америки точно так же кредитным способом накачивали спрос. Разумеется, масштабы были сильно меньше, чем нынешние, но тем не менее что-то общее есть. И вот картинка. Спад мировой поторговли в 30-е годы и сейчас. Отчетливо видно, что рассчитывать на то, что вот это вот, отцовы как-то с кризиса, поменьше миллионит. Если сравнивать с 30-ми погодами. Вот. Ну, дальше, соответственно, еще одна замечательная картинка. Это анализы Великой депрессии по разным странам, по разным картинкам. Красная это современная картинка синие, это теграми. Тут плохо видно, но я так понимаю, что у вас все эти картинки есть. Вот. Но они на самом деле и в интернете есть, и у нас на сайте. А на сайте не о коме. Там они все есть с хорошим. На самом деле не принципиально. Это Бенгия, это, по-моему, Германия, ну, в общем, это Польша, это что у нас? Бенгия, Шверция, да. Ну, и так далее. На самом деле ничего хорошего не наблюдается. Это все продолжение. Германия, Франция, Италия, Великобритания. Канада, Чили, Япония, Соединенные Штаты. Отличие от тех времен для США, принципиальное отличие состоит в том, что в отличие от 30-х годов сегодня государство поддерживает экономику, вливая бешеные деньги. Поэтому идет процесс замедления. В 30-е годы собственно экономический кризис длился с весны 30-го года по конец 32-го, чуть меньше трех лет. И темпы падения спроса и ВВП составляли примерно 8-12 процентов в год. Сегодня теоретически мы вышли на этот уровень, потому что, например, темпы падения розничных продаж в США июнь 2009 к июню 2008 были минус 9,8 процентов США. Но поддержка экономики привела к тому, что ВВП падает медленнее. Вот это как видите, да. А спрос тем не менее валится. Летом этого года, я последнюю цифру не помню, последнюю помню июльскую, в июле падение кредитования потребителей было максимальным за всю историю наблюдения за этим показателем 47-го года минус 200 с лишним миллиардов долларов. То есть падение спроса продолжается, но для экономики это компенсируется государственными вливаниями. В частности, вчерашний подскок фондовых индексов 2% был вызван хорошими данными по заказам. А если вы посмотрите на причину, там все падает, 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 а только госзаказы растут. То есть за счет госзаказов они вытащили в сентябре месяце показатель. Но нужно при этом понимать, что если доля спроса домохозяйств в формировании ВВП 75%, то доля государственного спроса от силы 20%, то есть в 4 раза меньше. Поэтому компенсировать госрасходами падение частного спроса можно только разгоняя высокую инфляцию. Вот почему сегодня в Соединенных Штатах Америки уже всерьез обсуждается тема, что надо все деньги, которые были вкачаны в экономику, начать откачивать обратно. Если это произойдет, начнется вторая волна дефляционного шока, как в сентябре прошлого года и как, соответственно, в тридцатый год. С этим ничего нельзя сделать. И вот это самая страшная картиночка. Вот это вот сопоставительная динамика безработицы в США в ходе спада с 1974-го года. Вот это рецессия, циклические кризисы, а вот это сегодняшняя ситуация. И четко, совершенно понятно, что ничего общего с обычными циклическими спадами даже близко нет. Это другой кризис. Это динамика фондового рынка. 29-й год и современная ситуация. Мы видим, что все развивалось быстрее, чем в 30-е годы. И вот это началось в чистом виде. даже неинтересно смотреть, насколько все очевидно. А вот теперь самый интересный элемент. Я уже показывал, что прибыль перераспределяется в пользу финансового сектора. Вопрос, как же тогда существовало производство еще с инновацией? А существовало, причем производство и товаров, и услуг всего. Существовало оно по одной единственной причине, что расширялись рынки. Иными словами, с каждого конкретного потребителя брали меньше, но увеличивали количество потребителей. Последнее принципиальное расширение количества потребителей произошло, как понятно, в 91-м году. А вот теперь увеличивать потребителей невозможно. Долю прибыли финансовый сектор не отдаст. А это значит, что инновации, которые сегодня бы надо вкладываться, станут неокупаемыми, а соответственно та инфраструктура, которая существовала на большом количестве потребителей, также во многом станет убыточной, потому падение спроса равносильно сокращению количества потребителей. Мы такую ситуацию знаем на примере 90-х годов. Инфраструктура СССР, которая досталась России в наследство, она была создана под количество потребителей, ну так, миллиард человек, но не меньше. Только в СССР живет там 300 миллионов, а еще соответственно все страны, соответственно, СЭВА, а еще там целая куча других стран, больше миллиарда. А сегодня мы обеспечиваем количество потребителей от силы 100 миллионов. В результате рост постоянных издержек и стоимость инфраструктуры начинает расти. Поэтому в России в 90-е годы произошла мощнейшая техническая деградация. Мы теряли в 90-е годы технологии десятками, а то и сотнями в год. Вот еще вчера мы могли что-то делать, а сегодня не можем. Мы уже сегодня не все ракеты можем сделать. А причем деградация происходит как инновационная, то есть промышленность, высокие технологии, космические программы, авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, легкая промышленность. У нас. Так и по инфраструктурным отраслям. Что происходит в электроэнергетике мы знаем, в авиаперевозках тоже. Так вот то же самое сегодня ждет весь мир, включая Соединенные Штаты Амин. У меня нет уверенности, что Boeing 787 Dreamliner полетит. Потому что на фоне резкого спада авиационных перевозок, старых самолетов, старых уже сделанных, они могут быть относительно новое. Достаточно. И новые самолеты просто никому нет. Никто не будет покупать новый самолет за большие деньги. Замечательный аэробус от 380, скорее всего, тоже больше делаться не будет. Он не нужен. Очень многие технологические вещи, включая там нанотехнологии, биотехнологии, работать тоже не будут. Просто потому, что для того, чтобы они стали окупаемыми, их нужно вывести в тираж, скажем, сотни миллионов штук, чего-то там, а спрос будет от силы на 20 миллионов. Все. Тема закрыта. Вот это ждет Соединенные Штаты Америки, Европу и Японию. В Японии эта ситуация частично уже началась. По некоторым отраслям промышленности там вот в 2009 году падение заказов 60-70%. То есть падение в 3-4 раза заказов. Это на самом деле означает, что отрасль можно закрывать. Понятно, почему Япония страдает сильнее всех. У нее очень маленький внутренний рынок. Там население, как у нас, 140 миллионов человек, 130. И поэтому они все в основном гнали на экстремал. Как только спрос падает, все. Вот это принципиальная совершенно вещь. Причем падение инфраструктуры будет всюду. И в сельском хозяйстве, еще где-то. Но вот это тоже нужно понимать. И соответственно, спрос будет сосредотачиваться в самых низких ценовых сегментах. Вот я вчера и сегодня еще буду делать доклад хьюн-пакерами. Они говорят, спрос падает в самый низкий ценовой сегмент. Все, что там выше, не берут. Обращаю ваше внимание, это, скорее всего, начнет повторяться. Вот для меня очень интересный момент, как для практикующего экономиста, был 1994-1996 год. Вот почему. В 1994-м году я первый раз выехал за границу в Соединенные и Штаты Америки и привез оттуда колоссальное количество бытовой техники. Почему? Она была в три раза дешевле там, ну, в два с половиной, чем здесь. А уже в 1996-м году она была здесь по той же цене, что и там. там, небольшой отличие. Почему? Потому что была профинансирована инфраструктура продаж. Если в 1994-м году объемы были мелкоаптовые, все риски брали на себя закупщики, в том числе, что товар останется лежать на складах, что, соответственно, будут проблемы с перевозкой, что придется менять место продажи и все это закладывалось в цену, то уже в 1996-м году магазинов было завались, все давали товар под реализацию, в результате цены упали резко. Сегодня такой же процесс пойдет в обратном направлении. Почему? Потому что объем покупаемых товаров не будет обеспечивать эту инфраструктуру. Грубо говоря, если у вас, я просто могу это сказать, потому что у меня есть товарищ, который занимается закупкой IT-техники очень высокого уровня, он сам там делает системы, и он говорит, что то, что раньше было на рынке, вот придешь там на горбушку или на савеловский рынок и выбираешь. Сегодня там говорят, нет, этого нету, но можно заказать со склада. Многие оптовые поставщики, которые в принципе не продавали в розницу, стали продавать в розницу. И точно так же говорят, вот по такой номенклатуре, если вы оплачиваете, мы заказываем, через 2-3 недели вы привезете. Следующий этап начнется рост цен. Вот это ситуация, которая тоже многих ждет. Понятное дело, что по самым дешевым товарам такого не будет, а вот по чуть-чуть более дорогим, а то есть колоссальный объем товаров начнет переходить из категории ширпотреба в категорию дорогую. А как только он переходит в категорию дорогой, объемы производства падают стремительно. Грубо говоря, то, что по цене 5 рублей можно было сделать много, по цене 25 рублей нужно делать мало, потому что никто не покупает протокол. И в результате мир идет назад. Тот рывок, который был сделан с 80-х годов и который на самом деле был оплачен будущим спросом, сегодня нам предстоит оплачивать. я понимаю, что это такая излишняя пессимистическая картинка, но надо отдавать себе отчет, что мы движемся по этому направлению и нет никакой силы, которая могла бы нас остановить. Просто потому, что закрутить обратно этот экономический маховик невозможно, пока не списаны все долги. А если эти долги будут списаны, то вместе с ними будет списано колоссальное количество предприятий, технологий и так далее. По опыту Российской Федерации мы это все знаем. Более того, в некотором смысле в США и в Европе это все будет проходить сильно более болезненно, чем у нас. По совершенно банальной причине. Потому что у нас были красные директора, которые любой ценой хотели сохранить производство и даже кое-где сохранили. Вот Андрей Капустин, который наш сегодня руководитель константов в компании Неакон, на протяжении нескольких лет работал в военно-промышленном комплексе директором управляющей компании. Если можете его спросить, он много чего может рассказать интересного. Как это все в реальности устроено? Может быть, как бы не на сегодняшней лекции. И соответственно не исключено, что мы окажемся в этой неприятной ситуации. Вот здесь я возвращаюсь к тому теннису, который я уже озвучивал. На протяжении 30 лет менеджеров учили, дрессировали под ситуацию рост спроса, рост денежного предложения, падение стоимости кредита. И они, у них это в пальцах. Менеджер это человек, который отвечает на вопрос как, а не на вопрос почему. На вопрос почему отвечает фундаментальная наука. Но фундаментальная наука экономическая сегодня отказывает отвечать на вопросы о причинах кризиса. По совершенно банальной причине, потому что за 30 лет вся фундаментальная наука выстроилась под тот самый монетаризм, который привел к сложившейся ситуации. Во всех странах нет. Отдельные исключения, вроде компании Neocon, они только подтверждают правила. То есть людей, которые могут четко и внятно объяснить, что происходит, вот Олег Владимирович, который профессиональный экономист, который читал всю литературу, может сказать, есть там пара групп в Европе, пара тройка в США, и еще у нас пара, да, Олег Владимирович? Все, во всем мире, причем половина людей, которые разбираются, что происходит в мире, у нас в стране, в Москве причем. И причем эти люди, на самом деле, они же не делают, они определяют музыку. Ну, хотя бы потому, что нас очень мало. И по этой причине возникает очень интересная картина. В условиях спада радикально меняется сама стратегия ведения бизнеса. Ну, смотрите, как, вообще говоря, ведут себя инвесторы. Инвесторов 30 лет выпримчали, что надо сдать деньги специалистам, прийти в банк, в инвестфонд, в хедж-фонд, в управляющую компанию, дать им денежек, и там сидят специалисты, которые умеют управлять деньгами. Сегодня мы понимаем, что управление состояло в том, что они искали пузырь, который начинает надуваться, и вкладывали туда деньги. После моего выступления Олег Владимирович подробно расскажет. сегодня пузырей нету, или они быстро сдуваются, или они соответственно даже не надуваются, и хотя возможности для инвестирования есть, но вот ставьте себе фонд, в котором работает 5 человек, ну реально работает, там еще, конечно, адъютанты, стенографисты, и целая куча разных бессмысленных существ, офисного планктона, но реально 5 человек, и масштаб 20 миллиардов долларов, а мест, куда можно было бы вложить 20 миллиардов долларов, нету, но есть еще места, куда можно было бы вложить 100 миллионов, но их 5 человек, для того, чтобы вложить туда, где 100 миллионов, это узкая уже тема, это нужен узкопрофильный специалист, где его взять, нужно его найти, а для этого надо понять, кто из них специалист, людей, которые утверждают, что они специалисты 100 человек в мире, как только они слышат, что есть работа, пристроить 100 миллионов, они все прибегают, и как обычный человек, который не является специалистом, может разобраться, кто из этих 100 человек, те 2-3, которые реально понимают в вопросе, критериев-то нету, а все критерии старые, а все говорят, мы вам обеспечим 20% годовой, а тут приходит один человек и говорит, вы знаете, 20% обещать не могу, но могу сделать так, что убыток будет 2%, а не 10%, ему тут же говорят, вон отсюда, вон, но это именно тот человек, который понимает, что он говорит, почему, понятно, спрос-то падает, на падающем спросе, как расти, вот тут еще одна очень интересная картинка, меняются стратегии, вот возьмем, например, компанию фиат, 15 лет она жила на грани рентабельности, то хотела продаться General Motors, то еще кому-то, и вдруг неожиданно, ба-бах, год назад, покупают Chrysler, борются за Opel, они еще сдурели, зачем компанию Opel Chrysler, у них есть свои технологии, свои платформы, а зачем им Opel, а вот почему, потому что, если на росте надо получать прибыль, и хороший менеджмент отличается от плохого тем, что хороший получает 22% прибыли, а плохой 19%, что в большом счете все равно, то на спаде стратегия меняется радикально, прибыль получить невозможно, нужно увеличивать долю рынка, и тогда по мере разорения конкурентов, вот у меня минус 2% рентабельности, у конкурентов минус 8%, через 2 года они разоряются, их клиенты приходят ко мне, поэтому надо брать долю рынка, и соответственно, для чего нужен Fiat Chrysler, ему нужны дилеры Chrysler и Opel и дилеры, потому что за Fiat'ом стоит семья Аньели, сколько у них там золота в пещерах Альпы за последние 300 лет накоплено, никто не знает, но пока был рост, они посадили наемного манеджера, и он себе работал, работал, а вот как только начался кризис, они вышли с деньгами и стали захватывать рынок. И сегодня уже понятно, что в Европе в результате кризиса останутся две основные автомобильные компании Fiat и Fiat'e 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 и так далее. А рыночными останутся две компании. Так вот, меняется модель. Вот очень интересная картина. У нас есть клиент, он владелец сети магазинов в разных городах. Не важно, там, что он продает, не принципиально, не отечественно. И он говорит, говорит, у меня была сеть магазинов, ну, грубо говоря, трех видов. Магазин, которые занимают 2-5% от рынка местного, магазины, которые занимают 10-15% от местного рынка и магазины, которые занимают, ну, грубо говоря, 30 и выше процентов, там, от 30 до 40. И, говорит, пока был рост, характеристикой магазина была отдача на вложенный рубль. И были магазины, которые занимали всего 2-3% рынка, но приносили мне большую прибыль, ну, в смысле, на вложенную рубль. А были магазины, которые занимали 30-35% рынка, и от них были не то чтобы убытки, но они в нулях были. Потому что, не важно, в нулях. А сейчас начался кризис и любопытная картина. Все магазины, которые занимали 2-3% рынка, все в убытках, все. Их надо закрывать. Те, которые 10-15%, они на нуле балансированы. А все, которые были третьей рынка и выше, все в прибыль. И я сейчас, говорит, все свои резервы, которые у меня есть, бросаю на то, чтобы понять, какие из тех магазинов, где 10-15%, можно довести до 30%, а остальные закрывают. Потому что меняется суть. Он говорит, у меня в тех магазинах, где треть рынка, доля чек на каждого покупателя уменьшился, но покупатель увеличился за счет разорения тех магазинов, которые были 2-3%. Все. И вот это изменение модели, оно требует принципиального изменения, по крайней мере, двух вещей. надо, во-первых, внимательно разобраться с бизнес-процессом. Потому что все модели бизнеса, независимо от того, сделаны ли они владельцам самостоятельно, или они вычетлены в книжках, или же их ставили консультанты, особенно, не дай бог, иностранные, которые все поголовно с дипломом MBA, они все построены вот по ту модели, о которой я говорил. Повторю еще раз. Постоянно растущий спрос, постоянно растущие деньги и предложения, постоянно падающая стоимость кандидата. И они зашиты в бизнес-процессах так глубоко, что заниматься самостоятельно этим вычленением нерационально. Это даже делает консультант. То есть надо брать всю схему стратегического планирования и получения прибыли, надо ее всю разбирать до деталей, смотреть, какие ее элементы выстроены под эту схему, менять их под новые условия и складывать схемы обратно. И дальше это первая часть, которую обязательно нужно сделать для того, чтобы сегодня минимизировать потери. Еще раз повторяю, речь идет не о том, как менять стратегию, речь идет о том, как просто минимизировать потери. И тема вторая, это переобучение менеджеров. потому что менеджеры еще раз повторяю, четко знают, зажигается красная кнопка, нужно нажимать на эту клавишу, зажигается зажигание, нужно нажимать на эту. А тут надо уже всю клавиатуру менять. Вот если этого не сделать, то любой бизнес оказывается в ситуации крайнего риска. Грубо говоря, на фоне спада примерно все те оценки, о которых мы говорили, они говорят, что мировая экономика в целом упадет примерно процентов на 30-40. Американская экономика упадет в два раза, может быть, даже чуть-чуть больше. Четко совершенно понимать, что в нашей стране кризис пойдет немножко по-другому, чем на Западе, потому что у нас, у них финансовые пузыри надуваются с 1981 года, а у нас здесь. И от этого максимума упали пока по ВВП на 10%, по физическому производству на 18%. Продолжение следует...